ТО «Торговый дом Нуртас» ТО «Торговый дом Нуртас» Заместитель министра иностранных дел Ирана, в свою очередь, заявил, что ведется активная работа и над другими практическими шагами по обходу американских санкций. В частности, это касается энергетической сферы. Вести экономика сообщают. Турция может отказаться от покупки американских самолетов Boeing в случае введения санкций США за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. «Речь идет о заказе почти 100 самолетов Boeing на 10 миллиардов долларов. Вы не даете нам F-35? Пусть тогда они обижаются. Мы примем меры, будем искать варианты в другом месте», – подчеркнул Эрдоган. В свою очередь, глава Ростеха Сергей Чемизов заявил, что Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если у Анкары возникнет такое желание. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что новый британский премьер Борис Джонсон отлично справится со своей работой, передает Интерфакс. Он добавил, что работает над очень существенной торговой сделкой с Великобританией. Соглашение может вступить в силу, когда Великобритания выйдет из Евросоюза и получит возможность заключать двухсторонние соглашения в сфере торговли. Со своей стороны на Даунинг-стрит пояснили, что работа над соглашением стартует, как только состоится Brexit. Также в Лондоне сообщили, что Трамп и Джонсон обсудили иранскую проблему. Они условились встретиться на августовском саймите G7 на Корсике. Доступность бензина для населения по всей Европе проанализировали эксперты РИА-рейтинг. Оказалось, что по самой низкой цене топливо продают в Казахстане, занимающем, однако, только 18 место из 33 в рейтинге, передает Tengri News KZ. Жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты 2900 литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако зарплаты также очень высокие. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Россия находится в середине рейтинга, на 16 месте. На Украине, занимающей последнюю строчку, граждане имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива в месяц. Это в 10 раз меньше лидирующего Люксембурга. В 2000 году средняя зарплата самых богатых россиян в 34 раза превосходила зарплату самых бедных. К 2005 году этот показатель сократился до 25, а сейчас уменьшился до 13 раз, сообщает российская газета. Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденции к его сокращению наблюдаются все последние годы. И мы надеемся, что сохранится и дальше, рассказала заведующая лабораторией Российского экономического университета Елена Егорова. По ее словам, в последние годы в России уменьшается число работников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. Кроме того, на ситуации сказывается рост промышленного производства в стране. Реановости передают. Федеральное бюро расследований США назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о розовой бандитке, которая ограбила уже 4 банка. По информации ФБР, нападения происходили по одной простой схеме. Женщина подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги. Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не уточняется. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова